Рад видеть вас на своем канале, я Костик Чеширский и сейчас будет обзор на бокс-мод от компании Geekvape G-Box, точнее склонг бокс-мод на две батареи. Зачетный девайс, поехали смотреть на стол. Поставляется в коробке, вот в такой вот, в черной, указано, что это Geekvape, модель G-Box, клонг-мод на две батарейки, там мощность. Варианты цветов, у нас есть черно-красный, Army Green, то есть зеленый, красный, Vine Red, ну, как бы красно-черный и Pearl Chrome. В данном случае это у нас в стальном цвете. Из полезного еще у нас есть режимы работы, указано, что бутылка на 8 мл, сайт, штрих-код, также указан цвет, возможность проверки на оригинальность, голограмма и серийный номер разделе. Так, открываем, открываем, что мы видим? Видим мод. Мод сам. Помимо мода. У нас идет вот такая коробочка, внутри у нас запасная бутылка, USB кабель. USB кабель, которым можно также заряжать iPhone и, зачем? Ну вот, решили сделать приятное покупателю. И microUSB. Инструкция. Еще одна какая-то бумажка. Так, что это? Варнир-карт. Какая-то рекламка. И условия гарантии. Можно было бы и так не запаковывать. Все написать просто в самой инструкции. Но все должно быть красиво. Люди любят коробочки, бумажечки, поэтому это надо. Так, инструкция. Инструкция с картинками. Такая черненькая, на черной бумаге. Сейчас найдем, если у нас русский. Есть русский, есть. И тут у нас указаны характеристики, описание. И, в принципе, все. Такая, на два листочка. Небольшая. Отлично. Переходим. Убираем все лишнее. То, что нам не нужно. К самому моду. Так. Мод однозначно крашеный. Мед 510 коннектор сверху. Вот указано, что это GeekVape. Мод у нас рассчитан на 200 Вт. Ну, давайте по характеристикам пройдемся. Мод рассчитан на максимальную мощность 200 Вт. Рабочее сопротивление от 0,1 Ом до 3 Ом. Это в режиме вариватта от 0,05 в режиме термоконтроля. Работает на двух батарейках 18650. Возможность зарядки через USB 2 Амперами. Зарядным устройством на 2 Ампера. Бутылочка у нас на 8 мл. А сам мод выполнен из АБС-пластика и цинкового сплава. Сверху у нас 510 коннектор. Собственно, снизу у нас шахта для загрузки аккумуляторов. И вот бутылочку доставать необходимо вот таким вот образом. Оп. Все. Ну, ничего такого сложного нет. Доставание бутылочки. Собственно, сама конструкция достаточно простая. Сейчас во многих устройствах делается подобное решение. Идет спица. На дне спицы у нас идут два отверстия, через которые забирается жидкость и подается через клонг эту спицу в саматомайзер. И здесь у нас силиконовая такая заглушка для того, чтобы, собственно, эта бутылка держалась. Также у нас вот наказано, что здесь плюс-минус. Есть балансир из заряда аккумуляторов. И давайте сейчас поставим аккумулятор. Да, посмотрим. На минушку. Я подумал, что же тратить время. Поставил аккумулятор. И сейчас заправлю бутылку. Сразу, чтобы накручу атомайзер. Единственное, что... То есть вы должны сначала поставить бутылку, а потом уже вставлять батарейки. Всё это мы застегнули. Накрутили бак. Включение и выключение происходит стандартным образом. Пятикратным нажатием. То есть вот у вас появляется индикация. Трёхкратным нажатием вы переходите в режим переключения функций. Что у нас тут есть? Ну, изначально вот power. То есть показывает сопротивление спирали. Амперы, которые подаются на сам коил. Вольты, которые подаются на сам коил. И затяжки. Трёхкратным нажатием ещё раз мы переходим. Плюс-минус. То есть термоконтроль для никена нержавейки и титана. Режим TCR и режим WPS. WPS это система преднагрева. То есть такой эквалайзер, который вы можете выставить значение по данным показателям. То есть это мощность. Время здесь не выставляется. То есть P1, P2, P3. То есть по пяти точкам. Когда вы нажимаете, происходит такой бегунок. Так что вот у вас идёт сам режим парения. Оно вот с такой-то мощностью. В этих промежутках времени у вас используется 86, 94, 104, 122, 107. Можете баловаться, можете не баловаться. Можете переходить в режим стандартный. В принципе тут всё. Изначально... Ну, давайте выйдем. Пайпас это режим прямого тока. То есть всё, что есть в аккумуляторах, будет подаваться на сам атомайзер, на все спирали. Тут у вас указано, что это 4,2 вольта. Всё, что есть. Раз, два, три. И в Power. В Power мы можем также выставить мощность. Приблизительно возьмём данный девайс, данный бак. Там стоит 4 спирали. Раз вот для этих целей решим его использовать. Возьмём 100, 110 Вт. У меня опять какие-то война сверху, поэтому не обращайте внимания. Так, ну, в принципе, мы можем переходить в режим теста. Живок Сквонг. Что касается дизайна и сборки. Ну, по дизайну я тут ничего не могу такого сказать. Да, это по сути трёхбатареечный мод. То есть вот размер трёхбатареечного того же самого Wismica 200S. Ну, вот такой дизайн. Какой дизайн. Кнопки все в правильном месте. То есть вот кнопка у нас либо под это нажатие, либо под это. То есть всё в правильном месте. Всё по эргономике сделано правильно. Зарядное устройство в нужном месте. Подальше дрипки. Ну, и сделать-то они по-другому не могли, потому что здесь стоит бутылка. И всю плату необходимо было засовывать в эту сторону. Ну, с этой стороны устанавливать. Ну, и бутылочка у вас как раз под пальцем. Ну, данный тип устройств уже, в принципе, не первый. Живокс это не первый. Есть ещё такой кангер с подобным дизайном. Ну, единственное, что вот как работает G-Box мне нравится больше. Сборка хорошая, покраска хорошая. Никаких вопросов у меня нет. Нижняя защёлка работает хорошо. Лучше, чем у тех же самых Wismac'ов в старых моделях. Или там G-Tech'ах в старых моделях. То есть здесь всё такое плотное, подогнано хорошо. И никаких там люфтов и зазоров не присутствует. Точнее, они отсутствуют. Касательно платы. Плата ясная. Ну, эта плата используется у них и в других бомоксмонах. Работает хорошо. Функционала достаточно. Ну, вот это есть пятиточечный предмогрев. Если он вам нужен, то можете им воспользоваться. По дисплею могу сказать, что из-за того, что здесь вот используется как раз затемнённое стекло, да, во всех моделях, независимо там от цвета корпуса, то дисплей на самом деле не такой яркий, как хотелось бы. Ну, он на самом деле яркий, но из-за того, что стекло тёмное, он яркость где-то теряет. Но здесь есть также возможность регулировки яркости, но я не увидел такое колоссальное добавление от 50 до 100%, что вот он будет бросаться в глаза. И по информативности он нормальный, да, то есть всё, что у вас необходимо, тут всё есть, да. Там ваты показывают, амперы, вольты и сопротивление. По большому счёту это больше ничего не надо. Ну и заряд двух аккумуляторов через балансир. Основной плюс этого бокс-мода то, что он на две батарейки и на 200 Вт. Ну, пускай мы 200 Вт уберём, сделаем с него там, к примеру, 160, но вот как раз две батарейки есть с основным плюсом. Потому что склонг, если вы используете какую-то дрипку там на две спирали с сопротивлением там 0.1, 0.12, да, то под склонг вам необходимо просто постоянно закидывать батарейки, ну, если он однобатареечный, ну, и, соответственно, у вас батарейки будут высаживаться, к примеру, к 3.6 и уже вы не будете получать то, что хотите, да. То в данном случае вы будете получать при более низком заряде аккумуляторов достаточную мощность для того, чтобы там кочегарить вашу спираль. Ну и автономность, соответственно, увеличивается. Поэтому компактность этого мода, это не его конёк, и если вы ищете что-то, да, действительно, такое удобное, практичное, на каждый день, на постоянку, со склонгом, вот чтобы не запариваться, да, то есть там с постоянной заменой батарей, то вот данный формат, это отличный выбор. Ну, тем более, если вы любите формат трёх батареечных модов, или же вот такие крупные девайсы, то берёшь у руки, маешь вещь, то это как раз то. Ну, спонг сам работает нормально, почему бутылочки именно такого формата, а не мягкие? Ну, мне кажется, что они, ну, где и спицы используются, там как бы есть вопросы по поводу того, что если использовать мягкий силикон, можно где-то как-то что-то на дне поцарапать или порвать, и поэтому спица-то металлическая, а не силиконовая, поэтому используются такие вот. Ну, конечно, сам канал достаточно длинный, и то есть необходимо там подождать, да, пока оно всё дойдёт и накачается. Этот момент надо учитывать. Но это всё специфика, на самом деле, когда вы уже купили это устройство, посмотрели там, через, не знаю, 2-3 часа уже понимаете, как оно всё функционирует, сколько вам надо нажимать, там, сколько удерживать, ну, это всё приходит с опытом. Жарит мой чётко, ясно, понятно, ну, отлично. Вот, ох ты господи, как раз рекомендуем вот для людей, которые ищут такого типа устройства, и они не знали, что они существуют. Ну, если у вас есть RDTA-шка, да, ну, точнее, если у вас была RDTA-шка, и вы любите дрипки, она вас запаривает закапывать, то вот присмотритесь к этому девайсу. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео, подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть и в дальнейшем. До свидания.